Я постоянно... Ну вот убирать, чтобы убрать там коридоры, классы, что вы там убирали? Коридоры убирала, территорию убирала. Так, вот вы в какое время пришли убирать коридоры? В какое время? Да, да, да. Сколько было часов? Шесть, пять или сколько? Семь? Я там, когда первого сентября, я спустилась, мы дежурили. Я спустилась. То есть вы ночью были там? Да, ночью были там, да. Правильно я поняла? Да, мы были там ночью. Значит, с кем вы были там? С сыном. С сыном. Да. Скажите, пожалуйста, вот в течение ночи вы делали обход, школы, смотрели, всё ли в порядке? Делали. Делали, да? Сколько раз? Три раза. Три раза. Да. Три раза обошли. Заметили, может быть, где-либо что-либо нарушено? Или, кажется, дверь открыта, или окно открыто? Нет, я постоянно их проверяла. Постоянно? Постоянно я сама их проверяла. Проникновение посторонних лиц ночью в школу было? Не видела. Не видели? Понятно. Значит, вы после дежурства остались убирать? Да, я осталась убирать. Там я убрала всё. И потом вышла, уже начали учителя, директор, завучет. Тогда они уже пришли. Скажите, на второй этаж вы поднимались? Да, поднимались. Ночью? Я ночью на втором этаже была. Ночью были? Да, на втором этаже не были. Ну, никого посторонних там не видели? Я не видел. Никто не приходил к вам? Нет. Нет вопросов. Я не слышал это. Ну, они заставили эти списки делать, учителей. Не знаю, вот это я не знаю. Они сказали, что сделайте, говорит, в списке, сколько там человек. Подождите, подождите, подождите. Я думаю, что ты сказал, что там попало. Ты кинолога видела? Кого? Вот с собаками ходят милиционеры, проверяют школу. Я их не видела. Они говорят, что они были в школе. Кто? Я их не видела. Я была там и не видела. Егорова, Егорова, слушайте. Вы вопрос слушаете, а говорите в микрофон. Потому что идут в микрофон. Опять и сюда. Второй у меня такой вопрос. Очень. Второй вопрос. Очень много свидетелей говорят о том, что там, значит, работа проявляют. Я не знаю. Наверное, все-таки работу они производили. Не знакомые лица. Ты давно живешь без вами. Ты живешь во дворе школы. И, наверное, может, они для тебя уже родные стали. Но там, помимо твоего сына и работников школы, кто-то находился ночами, вечерами. Кто-то находился там. Там были соседи. Вот те соседи и говорят, что там были посторонние, даже бородатые. Сосед был там, Шотаев, Русик. Батагова, я вас предупреждаю. Ну, если бы я видела, если бы что-нибудь я видела, то я бы туда даже не зашла и детей бы не запустила. Батагова? Детей. Вот у меня вопрос. Фамилию называешь? Батагова, Фелиса. У меня вопрос. Мне очень непонятно, вот как она на это ответит. Все заложники, которые спрятались в котельной, их вывели террористы. Все мы знаем это, да? А вот ее взрослые сыновья спрятались в этом маленьком домике и там пробыли все три дня. Вот мне очень непонятно, как могут вот эти заложники там остаться в этом домике. И с маленького здания. С этого здания, из маленького школы, где они жили, и еще в маленьком здании. Вот мне очень непонятно. Как бы она на это ответила, я хотела бы ответить. В каком здании? Вопрос поняли, Дегурова? Я поняла. Пожалуйста, отвечайте. Они были дома. В никаком маленьком здании не были. Были дома. Подождите, успокойтесь. Дайте ей ответить. Немножко быть самым романом. Она все понимает. Она определяется. Она не знает, как ответить там. Ой, как я отвечу. Она должна ответить. Что я должна ответить, когда они были там и все. Вот как я еще должна ответить? Почему они туда? Почему вы разговариваете? Это защитники. Я вас предупреждаю. Последний раз. Отвечайте на вопрос. Я ответила. Где ваши находились сыновья? В комнате. В момент захвата школы. В какой комнате? Вот там, в маленьком комнате. Где вы проживаете? Да. Они были там все три дня. Они не выходили оттуда все три дня? Нет. А кто там еще находился? Там находились двое. И ребенок год и семь месяцев было ему. Девочка. Как не плакал? Они успокаивали его. Зачем вы так говорите, а? Ой, у него тоже. Кисаева. Я бы хотела вот предупредить. Я извиняюсь, что с ума говорю это. Мы же не на базаре находимся, правильно? Все предоставят слово, все скажут. Давайте не будем отсюда, в зал. Спасибо, Батагова. Да нет, вы уже не выдерживаете. Дай это смотреть. Что вы предлагаете? Здесь мне бы спокойно и только у Кулаева, я вам скажу. Остальные все вот такие, как вы. И давайте друг друга выносить так, как положено. Чтобы мы посмещище не делали, даже и сюда. Мы уже как посмещище. Ватага, вы получили этот ответ на свой вопрос? Нет, не получила. Что-нибудь она сказала? Как я не сказала? Они были там. Там просидели. Там просидели три дня. Три дня они там. Что еще сказать? Ты говоришь, что они швеллер поднимали. Я извиняюсь, что я на таком тонне говорю. Они поднимали швеллер, да? Вот вы, она сказала. Вот мне непонятно. Да. Как может террорист, который поднимал швеллер, вот этот швеллер тяжелый, вот того не выгнать и не завести его хотя бы в спортзал? Мне вот это непонятно. Я лично считаю, что эти террористы были знакомы с этими сыновьями твоими. Поэтому они знали, где они находятся, и чтобы им спокойно. Что находятся? Они еще и денежки получили. Ты еще и денежки получила. Они ничего не получили. Ничего не получили. Ничего. Никто ничего из нас не получил. Это что за разговор? Это так есть, я извиняюсь. Это так есть. Вы знаете, вот она говорит, что они у нее были незнакомые все, потому что они все лето там были. Они для нее знакомые были. Она не видела там незнакомых лиц. Как они были мне знакомые? Вот как они мне были знакомые? Знакомые были. Ну как? Кто докажет, что знакомые были? Объяснись, что там со всех щелей детей собрали, а их взрослых не трогали. Ну, они не выходили на улицу. Я просто еще хочу дополнить Фелису. Там маленькое здание начальных классов и ваш дом, он почти что на одном уровне стоит, на одном расстоянии. Маленьких детей с первого по четвертый класс под дулами автомата вывели. Ваши остались, да. Ну, скажи мне, пожалуйста. Наши как остались? Почему вы их не видели, чтобы было все обстрелено? Подожди, Зареба, три дня они просидели. Но ты мне скажи, какие ранения они получили за эти три дня? Ну, ранения не получили. Не получили. Хорошо. А еще скажи мне, в школе стояла кровать. Кто вот ночами оставался в этой школе? Ночами мы сами были. Нет, вот там стояла кровать, кто ночевал в школе? Какой кровать? Кровать там стояла. Ну, правильно, это же сторожевой этот был. Ну, кто из вас сторожил? Мы вдвоем были всегда, потому что там было очень скучно. И мы сидели, кто в карты играли. Да. В компанию создавали в начале карты играли с боевиками. Еще ночью вы поднялись на второй этаж, чтобы обсмотреть школу, да? Нет, просто... Вот вы, да, техничка я числится, скажешь, ты уборщица. Кто у вас сторожа тогда? Да самашито второй этаж, да техничка, да вот. Ну, вот мы вместе, вот интересно, мы вместе бывали там. Мне интересно, мне не интересно. Сторож, кто был в этой школе? Кто проверял школу? Да самашито второй этаж, да техничка надо. Я же техничка дам. И мы вместе, малоподи, малоподи, мы вместе держим. А ты почему тогда на второй этаж подняла? Значит, вы всей семьей там разгуливали всю ночь, планы составляли. Я наркоман. Я тоже хочу уточнить. Ой, верю, я старик оттазуру твой аж, видишь как. Я тоже хочу Царахова уточнить. Мою дочь, 10-летнюю, с котельного, она за печкой куда-то забилась, спряталась. Ее оттуда вывели. А котельная там же стоит, во дворе, как и в дом. Почему в их дом никто не зашел? И оттуда даже не проверили, и никого не вывели. Вот это мне тоже интересно. Мою дочь вывели с котельной. Вот такая маленькая, она где-то в углу забилась. Ее оттуда вытащили. А этих взрослых никто не вывел. Даже не попытались узнать, кто-то там есть или нет. Значит, они знали. Зарема, вот мы, юлок школьный, 37, все знают, что вы как сторож в этой школе. Не ваш сын, а именно вы. И как техничка, и как сторож. Вот 31-го числа, 31-е на 1-е, вы сказали, что вы были на втором этаже. С кем вы были? С кем? С сыном была. С сыном были. Да, с кем? Да, приблизительно во сколько было? С вечера до утра. Вы, в смысле, всю ночь там оставались? Конечно, мы бывали всю ночь там. А, вы тогда мне скажите, там на лестницах ночью, когда на каких-то коробках, ящиках сидели, вы этого не видели? Двери открытые были там. Как были двери открытые? Как сидели на ящиках? Тогда вы что там делали? Это свидетели, которые могут подтвердить, что 31-е на 1-е, даже тот же СОС, тот же Шутаев, могут вам подтвердить, что 31-е на 1-е число во дворе, на лестницах, прямо на ящиках сидели, даже бородатые и окружение. Как они там сидели? Значит, сидели и показывались. Вот мы приехали. Я вообще как сторож и как техничка. Вы чувствуете ту ответ? Вы вообще второй директор в этой школе. Если там аппаратура пропадет, вы же за это отвечаете? Да. Отвечаете. Если, например, хотя в данный момент не доказали, что в школе было оружие, если докажут, что оружие занесли в эту школу, вы как сторож за это ответственность чувствуете, что с вами вообще будет? Я там и оружие не видела, ничего. Как они могли даже нести? За то, что вы за ним не видели и не видели. Вам же никто не скажет. Я не видела и все. За это не видела, вы отвечать будете. Вы это знаете, как сторож, как техничка. Это не видела, вас не спасет. И кроме государственного судна, есть еще решение. Ну, как я могу сказать, что видела? Правильно, правильно. Почему вы не отвечаете? Вопрос, тот, кого вот с 31 на 1 число на лестницах сидели на ящиках. Кто-нибудь сидел? Я не видела никого. И каждый день мы не дежурили. Каждый день мы не дежурили. Там еще был другой сторож. Хорошо. Какой еще другой сторож? Другой сторож. Потому что было нас два. А кто обязал, когда ремонтировали? Вы присутствовали там? Нет. А кто присутствовал? Как я должна была присутствовать? Три года назад ее делали. А вы что там всю жизнь живете? Ну, я там живу, что я буду там делать? При столько людей. Я тебя говорю перед там вторым директором. Вы все в курсе, я же знаю, кто. Ну, хорошо, Зарима, за то, что вы ничего не видели, чтобы вы были в курсе вашего дела, за это не видели, вы будете отвечать не то, что перед судом, но и лично передо мной. За ваше невидимое. Если это будет доказано... Ну, как я могу сказать? Как я могу сказать? Я не знаю. Когда я ничего не видела? Гражданка Дегурова, с вашего пояснения я поняла, что вы там в школе были самые кадровые работники. И техничка, и сторож, и еще дворник. А дворник, подметая такую территорию школы, не могла ничего не заметить. Вот этого я не могу допустить. Вот скажите, во сколько Алик Цагулов появился на территории школы? 1 сентября. Когда он... Утром он пришел. Ну, во сколько, не припомните? Я не помню, но он был утром там. И чем он занимался? А что я смотрела, чем он занимался? Вы были на территории? Я была на территории 1 сентября. Хорошо, отпадает этот оттенок. Он стоял, по-моему, там, где люди стояли. Вы заметили машину 66-ю, четверть 10-го, да? Вы так ответили. Ну, если вы в школе ночевали, никого, ничего не заметили, так где-то половина 10-го уже наши ребята были снайперами свалены. Как они свели гнезда на крыше вашей школе, вот вашей доверенной вам школе? Вот это я не знаю. Оттуда залезть нельзя. И как нельзя? Там, вон, на потолке был закрыт замок. А греческие журналисты ходили после случившегося и заметили, что там очень теплые места были, где стамперов, бандитов, и вы ничего не заметили. Это где? Мир с вашей работе. Это где? Смерти наших детей на вашей совести. И спокойно не спите. Душево. Я за вас жену. Спасибо. Зарема, вот вы говорите, с 31-го на 1-го вы обходили второй этаж. Но там вот на дакторном зале есть помещение для киномеханика. И эта дверь всегда, по-моему, была закрыта. Тогда входная дверь железная. Да. Она всегда бывала закрыта? Закрыта бывала. Ключ у кого находился? У кого? У Светы. У Светы. Да. У завхоза. Да. А вот вы обошли второй этаж. А вот там вы были, вы проверили, мог там кто-то находиться? Я все проверяла. Ну, если ключ находился у поликой, то как вы могли посмотреть? То есть вы там не были, правильно? Ну, она же была закрыта. Ну, и все, значит, мы это не проверяли. Она была закрыта постоянно, я проверяла. Было все закрыто. Царахова, у меня такой вопрос. А вот летом там работали газонокосильщики. Вы их видели? Да. А они туда были, вы не в курсе? Я видела их, они косили с этого вот, с коммунального. С коммунального, да? А, это первый вопрос. Как? А вот еще у меня такой вопрос. Вот вы рассказывали, что когда вы увидели, машина подъехала, и оттуда начали выпрыгивать боевики. И вы заметили, что оттуда выпрыгнуло 20 боевиков. Когда они прыгали, вы в это время почему не кричали? Как, как, а еще как я выкрычала? Ну, пока 20 человек выпрыгнуло, если вы видели, как машина выпрыгнула. Ну, в Севан, уже они бежали. Как я должна кричать уже? Я кричала. Я кричала. Я кричала. Я кричала. Югай-Гап-Кото, и они прыгали и бежали. Прямо по этому. Хорошо. Я сама на них вот так смотрела. Я говорю, что это такое? Зарема, вот как дворник вы должны были убрать территорию школы. Почему под окнами остались от мусора кучки? Под окнами спортзала? Они остались. Света сказала, пока трактор, когда уже начнутся дети учиться, трактор приведем и загрузим. Вот так она сказала. Я свидетельствовала и свидетельствую, что школа, в которой вы или ваш сын работал сторожа непонятно, была открыта до ночи, до часа. На дверях вы ставили стул, и наверху свет горел постоянно. Час ночи. И вы не закрывали. И у вас внутри были голоса мужские. Видите, я никого не видела. Но вы как охранник, вы эту школу не закрывали до подней ночи. Как вы ее не закрывали? Как мы не закрывали? Почему школа была открыта? У меня каждый день была закрыта школа. Закрыта была, потому что там не я был один сторож. У меня она была каждый день закрыта. Я ее не оставляла ни минуты. Значит, до часа она у вас не была? Нет. Значит, вы обманываете? Обманываете. Потому что я лично сама приходила, моя квартира на Октябрьской, я ходила в 12, в час я ходила, я вынуждена была через школу. Правильно, вот эти ребята были там, я же сказала, они там были. СОС был, Казитаты, потом этот был, вон, сколько раз я ответила. Шотаев. Они были там. Они были внутри, да? Они были, да. На школу они были. Сидели. Что, говорит, нам делать, они подошли и сидели. Нет, вы говорите, школа была закрыта? А в то же время говорите, что там были посторонние люди? Посторонние люди как были, эти были свои. А это открыто не было, они закрыли и игрались там в карте. Для школы построили. Крее было открыто, там стоял. Все, кисай. Нет, я даже прошу. А, извините, какие степеня получили ваши сыновья? А за что они вообще получили? Он в ногу получил, но я не знаю, какой был. Степеня какие-то, тяжести. Что за степеня? Степень тяжести. Или были ли они признаны заложниками? Потерпевшие они были, да. Были признаны заложниками. Заложниками, конечно, нет. Поскольку они получили по каким суммам и какую степень им кисать? Они ничего не получили. Это вопрос не имеет отношения к делу. Какие суммы они получили, кисает? Ничего мы не получили. Я получила 500 тысяч и все. А потом тогда на какие средства купили? Дело в том, что... Вот это я получила. Она говорит неправду. На деньги, которые на кровавые деньги... Какое отношение имеет сумма денег по отношению к делу Кулаева? Ей купили за деньги. Она не купила. Ей купили за деньги. Кто мне купил, скажите мне, кто мне купил. Не надо, присаживайтесь. Нет, это имеет... Она говорит неправду. Я свидетельствую, что школа всегда была открыта. Хорошо. Записано протоколем. Зарема, вот когда ты лежала в больнице, и на всем мир показывала какую-то фотографию боевиков. А как у тебя попала вот эта фотография, и где сейчас она? Где у меня там фотография была? Мне показывали, мне показывали. Да, мне дали, я показывала. Фотография показывала. У Бурова. Касса мира. Касса, касса. Телевизор. Дегуров, вы показывали фотографии? Ничего я не показывала. Все, не показывала. Все видели, все. Вы получили ответ на свою? Нет. Ответ? Она ответила, что не показывала. Место ответа, что правда, что по телевизору это показывали. Вы все говорите. Все. Что только не говорите. И деньги я получила. Я от кого-то получила. Лида Касса, ты башешь? Никто. Лида. Касса, Касса. Так, на русском языке, пожалуйста, вопросы. По восьмого. Мария Степановна, это не смешно. Это должны были все выделять. Они должны были это делать. Вы даже не знали, что в этом маленьком доме три дня. Дубурова, встаньте. Я извиняюсь. Сколько раз можно извиняюсь? Ну, ухмыляться над нами не надо. Мы не над смешищем, чтобы над нами смеяться. Кто ухмыляется? Над нами три дня уже посмеяться. Семисинова. Она смеется. Она все на рукой машет. А может, она над ней смеется? Она не над ней смеется. Я понимаю, как она. Дубурова, я вас предупреждаю. У нас не гонят. Что вы махатарнарки? Все эти вопросы вообще-то они не должны задать. Махатарнармонтаржисты. Мишаева, ну так же не бывает. Вы встали один раз, задайте вопрос. А не так, что вы посидели, и у вас опять вопрос в голове родился. Она не ответила. Какие степеня, это очень существенно. Она говорит, что она не знает, какие степеня. Какие степеня сыновья, я тогда в Шепелю спрашиваю, почему они признаны. Вы не имеете права спрашивать. Ну, присаживайтесь. Ну, я же сказала, что они ничего не получили. Хорошо, узнаем. Узнай. Самосуд будет. Губурова. Губурова. Ходи нас. Не надпевай, мы над нашими предателями. Извиняюсь уже, вы что-то надёшь слышишь. Уйдарю многое, хазар, паша, дай, тут уйдаря автосоход, дай. Хазар, паша, дай, тут уйдаря автосоход. 500 тысяч, джинджика жарма-то. 500 тысяч, мы рады. Мы рады, что мы... Не надо всё. Мы, чиндзэ, рады, что 200 тысяч. Не надо, оставьте, не надо нам эти пояснения. Ну, вот что вы ещё тогда сказали. Не нужны нам эти пояснения. Кого вы что взяли? Вопросы у вас еще? Я слышала, что как-то в школу заносили какие-то мужчины, что-то заносили. И вы спрашиваете у директора, что они заносят в школу. Вы вспомните вот этот диалог. А она вам ответила. Лишь бы, говорит, со школы не выносили, а то, что в школу принести, это как хорошо. И кто это слышал? Когда я не говорила этого, тогда не говорила. А вот, что вы рассказывали. Продолжение следует...